У Минской области больше за 8 тысяч свободных участков для будовництва приватных жилых домов. А кроме этого, селеты в столичном регионе выделено 1300 гектаров под изведение индивидуальной забудовы. Чему именно сейчас побудовать дом у вёсцы простей, расскажет Александр Харовец. Свой дом на уластном присядебном участке, это мара, а мальчику каждого городского жихара. При этом вакантных наделах у Минской области достаточно. Сегодня в центральном регионе больше за 8 тысяч свободных земельных участков для продажи насильства под будовництво жилых домов. У лидерах по незанятых наделах Борисовские, Солигорские, Пуховицкие и Вилейские районы. Однако наибольшей популярностью у жихаров в области корыстаются участки, которые находятся у радиусе 50 километров от столицы. А кроме этого, в области выделено и 1300 гектаров земель не сельских и спадающих назначения. Тут отведут еще 8 тысяч наделов для индивидуальной забудовы. До того ж пустуют и 3000 участков у садовых товариствах. Как правило, реализуются они праз-аукционы. В пригородной зоне города Минска земельные участки должны продаваться только последствиям аукциона. Что касается земельных участков за пределами этой зоны, то они могут предоставляться и на безакционной основе. То есть это пожизнецледуемое владение, в аренду и так далее. Все лето в Минске в области пошли с-под молотка по тысячи наделов. При этом бюджет пополнился амайшта на 140 миллиардов рублев. Однако зачастую цена оформления земельных участков превышает его кошт. Например, вот этот надел везцы малые гаяны, каштуя 17 миллионов рублев. Однако на подрыхтовку необходимых папер землеопродковальные службы затратили коля 20 миллионов. Одним из решений проблем является оптимизация цены на оформление этих работ. Может где-то упрощение этой процедуры. С тем, чтобы цена не была такой высокой. Я думаю, тогда будет проще продавать эти участки. И спрос на них повысится. Именно за пределами преградной зоны. Аукционы проходят у райовых конкамах некольки разов на месяц. На кожным продают 15-20 участков. Отриманные гроши при этом идуть на доброупорадкование населенных пунктов. Мы уже заработали неплохую сумму. Более 4 миллиардов рублей. Которые, естественно, направляются на решение вопросов благоустройства населенных пунктов. Решение вопросов строительства и развития инженерных сетей в районах деданной застройки. Для примера, уже Островшицкий сельский совет, который наиболее активно эту работу ведет. Он направил именно на строительство водопроводов и дорог в своем сельском совете в текущем году 1 миллиард 350 миллионов рублей. Информация о проведении аукционов размещается на сайте Аблвыконкам, а так само на веб-сторонках районных комитетов. Больше подробязанную информацию про место с находжением земельных участков, наявность инфраструктуры, инженерных коммуникаций можно отримать у сельсовета. Александр Хоровец, Анатолий Долтовский, агентство отеля Новин.